Всем снова привет! С вами Индженти. Продолжаем мы смотреть за Амата СК серии 10 сезона Старладера. Играют между собой команды Вега и Юнидека. Прошлый матч мы смотрели как раз таки за командой Вега. Там они одержали победу. И команда Юнидека тоже в своем матче одержала победу. Так что победитель этого матча 100% проходит в следующий тур. Ну а проигравшему придется играть еще один матч, чтобы, скажем так, пройти в третий тур Амата СК серии. Пики команд. Команды Вега, Складерный Спортс, появляются Висп и Морфлинг. Команда Юнидека взяли Фейслес Вайда и Вайпера. Команды команды это Тайтхантер, Раззор Пак, Эмбер Спирит. Это команды Юнидека, команды Вега, Люкан, опять же Террор Блейд, как и в прошлой игре. Игре также в бане находятся Скаврис Мейдж и Вич Доктор. Огрмага забирает команда Вега, Джекира сразу отправляется в пик команде Юнидека. Пока идет пик, напомню, что вы можете подписаться на мою страницу ВКонтакте, на все социальные сети Старладера ТВ. То есть, Ютуб, ВК, если есть в Фейсбуке, то и Фейсбук. Все ссылки, основные, скажем так, ссылки находятся в описании, если вы смотрите это и на Ютубе, в описании под видео, либо же, если вы смотрите это в прямом эфире на Твиче, то все есть под плеером. Я буду очень рад вашей подписке, скажем так. Так, дополнительное время пошло у команды Вега, Сквадрон и Спортс. Есть уже два саппорта, нужно теперь брать Керри и Оффлейнера. Ну, либо же Оффлейнера и Мидера. Дум, вот он, вот он, Оффлейнер. Команды Вега, Сквадрон и Спортс. Ну и теперь остался, наверное, Мидер, скорее всего. Дазл забирает Юнидека. Радиант Тим Банн. Так, ну, а как раз таки Юнидека не хватает, наверное, тоже Оффлейнера. Я не думаю, что Войд пойдет стоять один. Думаю, пойдет он в трипле, Вайпер пойдет на Мид, Банн как раз таки. Подождите, не думаю, как раз таки наоборот, что Вайпер пойдет в... Вайпер пойдет фармить, Войд пойдет... В сложную. Ой, или Войд пойдет керри, а... Вайпер пойдет керри. Вайпер пойдет керри, а Войд пойдет в сложную. Именно так думает команда Вега. Ну, посмотрим, насколько... Правдивы ихние домыслы. Банят они инвокера. И Дэс Профит банят команда. И Дэка, мне кажется, довольно-таки хороший пик, то есть, вполне она могла заезжать сюда. Ну и смотрим последние пики команд. Посмотрим, кого доберет команда Вега Сквадрон и Спортс. И от этого уже будем делать выводы. Пу-пу-пу. Ну что, решили потратить, наверное, все в свое дополнительное время. В принципе, почему бы и нет. Сент-Кинг. Морфинг все-таки идет. Нет, подождите, Сент-Кинг. Куда Сент-Кинг пойдет? На мид? Хм, интересно. Дополнительное время тоже использует команда Юни-Дека. Что-то там рисуют. Но нас это не касается. Кунка заезжает в пик команде Юни-Дека. Ну и начинаем следить за вторым туром второго раунда аматорской серии десятого сезона. Группа Кей. Десять секунд. Пауза. 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 Куда же без неё? Ну, опять Вега играет за свет. Начнём именно с них. One Lucky Day, Огрмах, Амулет играет на Морлинге, Зеркас, Сенткиных, Тектакуас, Висп и Фокс на Думе. Так, команда Юнидека. Маршалл играет на Кунке, ОК на Дазле. Хиттор Мисс на Вайпере, Мегалорд на Фейслес Войде и остаётся Шляпа и для него герой Джакиро. Вот так вот, здесь у нас игроки по героям, ну и сейчас должна начаться игра. Довольно-таки важная игра. Мне больше интересно посмотреть на лайнап команды Вега, кто куда пойдёт. Это Куас, Блэд. Да, это у нас Сенткиных и отправляется в Мид. Трипла будет стоять снизу, Амулет будет фармить. Команды Юнидека. Понятно, Кунка идёт в Мид. Оффлейн, в Вайпер. Или что? Или это Воид Оффлейн? Да, это Воид Оффлейн и саппорты будут стоять с Вайпером. Ну, пока что именно так это всё выглядит. Тридцать секунды для борьбы. Спалили вард. Ха-ха, сразу же. И разбивают его. Финди какая там руна не нужна. Кстати, а где стартовый закуп Виспа? Или это будет бутылка? Так, Хасту должен забирать шляпу. Если он так не делает, сверху появляется баунти руна. Так, сейчас посмотрим. Что это будет у Виспа? Так, а где сам Висп? Почему он здесь не виден? Ладно, всё равно. Ну, 700 голды есть. И ничего не покупает он Лаки Дэй. Странно. Так, тут какая-то походу рака была. Нет тут так. Попугал Джеккира. Огармага. Да, это бутылка у Виспа. Так, Фокс. Фокс жрёт крипа. Тут как бы заблочено. Но можно было бы сходить куда? Ну, Волк пока что такой себе. Ну, вот, сатирчика можно было бы и съесть здесь. Но это далеко пришлось пойти. За этим сатиром. Такие стоят просто размахиваться. Так, там Розе здесь вон Лаки Дэя, но... Он тут живёт. Бутылку так и не принёс себе. Так. Ха. Ну, Зерки тут неприятно ставить, похоже, в кодоке. У него этот сплэш. Поганый. Неприятный. Вот у него уже пол хп нету. Плюс ещё и так с руки наточковывает. В Зерке 200 хп остаётся. Тут тренд слышал, тренд мимо. Так. Тут саппорты подошли. Будут пытаться убивать эту окунку. Подкопали. Хорошо. Должен ходить в ромах, давать стан. Даёт стан. Ну и... Живёт пока Маршал? Нет, уже не живёт. Ферст Блат забирает у нас Зерка. Тоже покупают бутылку. Итог боя. 600 голды. Так. Тут саппорты команды Юнидека тоже направляются на мид, похоже. Тут стоит Вард. Так. Увидели Джакера, похоже. Да. Походу, заметил тут Зерка. Что-то тут неладное. Отошёл. Ну вот сейчас тут Джакера 100% спалился. Спокойно так вот. Прямо по Варду. Гуляет. Понятно. Ну и... Дазл тоже. Тут как-то пробегает. Всё это видит. Видят команда Вега. Так. Дазл. Дазл. Варды 50. Дазл. Вроде как, да. И... Грейджин и Стик летит Джакера. Вот он здесь стоит. Может, Айс паст? Как-то не особо спешит. Ну вот вайпер вон отточковал. Как-то дум сейчас особо подставляться не будет. В более виде, что там стоит Дазл. И где-то в эту сторону шёл по Варду Джакеру. Поэтому особо не подставляется. Здесь Фокс. И правильно делает. Вот. Показался шляпа. Он его заметил. Крипцов ещё отвели. Просто как-то вот тут всё так хорошо получается. Пока что. Так заборозили здесь Фокса. Но Айс паст первого левела долго не держит. Поэтому ещё с разворота Фокс может навалять шляпи. Так, Миндия погибает. Опять Клунка. Хорошо. Ворвались опять двое саппортов. Так. Итог сражения. Да, вот давал стан свой Огр. Ах, давал стан Сенкинг. Ну и спиритами тут похоже помогал. Дахиливал, скажем так, с бутылки Висп Сенкинга. Поэтому получилось то, что получилось. Так, Войд. Кстати, свапнились, что-то сразу и не обратил внимание. Дум. Сейчас был в лёгкой линии у команды Вега. Вот там, где-то пошёл стоять оффлейт. Ну, в принципе, тут против Войда особо трудного ничего нету. Хотя вот Войд получает шестой левел. Сейчас может быть какой-то врыв. Тем более тут их двое. Да, и надо тем более того же Марфа тут лететь. Но, вроде как бы под куполом перекачку можно делать. Вообще, в любых странах можно делать перекачку Войд. Поэтому, может быть, ему повезёт, ему и выживет. Да, и у Войда ещё не такой большой дэмэдж, чтобы за один купол кого-то убивать. Радиант's middle tower under attack. Что у него сейчас Джеккира варды, Смоук, тут Хедреско летит в Вайперу. Да, это Хедреско уже. Ну и падает первая вышка. Первая вышка забирает команда Юни-Дека. Получает шестой левел Doom. Теперь он имеет Doom. Задумывать будет кого-то. Маршал. Поджигает Маршала. Только он получил в Doom свой ультимейс. Сразу прилетят на мид. Грейв. Откопали. Ну, здесь Маршал отправляется в таверну. Да. Также поставляется здесь ещё окей. Окей тоже отправляется в таверну. Два фрага делает команда Вега. Опять эти фраги происходят на миде. Так, вот и тох. Давал стан тут. Даже три стана было от команды Вега. Doom. Ну, понятно. Вот. Грейв, конечно, навесил Дасл, но это не помогло. Появили в итоге двое героев команды юнидека. Так. Mask of madness. У Войда. Ну, больше ничего нет. Так, влетает Войда. Сразу купол. Торрент по двоим. Перекачивается омлет. Вот. Всё, корабль, всё омлета. Выживает пока ещё омлет. И висп. Висп. Лол. Как же вовремя прилетел сюда. Зерка, но не в ту сторону пошёл тут. Висп. Эх. Ставит Брингера. Ставит Брингера. Погибает всё-таки здесь Висп. Если бы пошёл как-то более по прямой. Вот. Собственно. Гостщип. Хроносфера. Нужно бы было идти просто вот так вот. Он бы выжил. А так просто он как бы заходит сюда. Вот сюда вот. Так. Потом это рассказывает. Драка начинается. Заморозили дектов Куаза. Грейв на Дазла. Дазла сам на себя бы накинул. Но он пропадает. Должен быть сейчас подкопа нету. Да и так, в принципе, погиб. Размена не вводит. Этого. Дазла зерка догорает с яда вайпера. Даблкил оформляет он. Так. О чём я? А. Ну да. Он сюда забегает Виспу таким удобным. Итог сражения. Эпицентр страдотел кстати говоря. Центкиных. Ну. Чё-то короче 130 урона он донёс. В итоге все выжили. Да. Печально. Ну так забегает. Сюда, в эту сторону, висп. Вот тут он стоит, вот тут стоит один из героев Комадвега. Просто удар и сплэшем забирают этого виспа. Но если висп просто бежал бы вот так вот, никакого бы сплэша там не было, висп бы выжил. Вот так вот. Мека у вайпера. 2-0-0 у него счет. По крипам 44. Так, и это выход на Дума. Вардов у команды Вега там как раз таки не было, и Дум здесь погибает. Айс пласт. Пытается сделать тэп-аут, и успеет же, лол. Успел сделать тэп-аут Дум. Сейчас еще тычка должна долететь, вроде бы как. Что это за курьер такой? Или этот эффект потом уже все накладывается? А, я понял. Курьера, типа, долго не юзали, и вот он покрылся паутиной. Забавно. Забавно. Так, короносфера, корабль. Чудой хороший корабль в эту короносферу залетает. Погибает Сеткинг. Так же, в дерево направляться дек, так у вас. Даблкилл делает войд. Блин, хорошее начало от команды Вега, но и в итоге как-то ребята подрасслабились, похоже, и погибли. Да, вот очередная хорошее сфера, очередной его сщип. И до свидания. Еще и Мом прожимал. Ну, с этого корабля и торрента залетело 1200 урона. Ну, я еще и с руки набивал тут, конечно, кунка, но... Сколько тут корабль намажет? 400 урона с корабля, как раз таки, там все залетело. Нет, не все. Магический урон что-нибудь за них ей там задоджилось. Ну, и тут с торрента, ну, грубо говоря, 160 залетело с торрента. Так, тут сверху дака. Зацепили, как раз таки, этого кунку. Он, кстати, бежал отдаваться Тауру. В итоге погиб от крипа. В итоге золото все равно поделее. Тут вот стан был. Так. Waveform. В итоге тут ровненько так опыта получила команда Вега. Так, зацепили здесь кого? Зацепили здесь шляпу. Шляпа тут, конечно, айс-пастом откинулся, но не более того. Как-то я засматриваюсь на этот. Новый баннер. Так, зерка хорошо запрыгнул. Раскастовывает эпицентр. Хороший эпицентр же. Но дальше не дали пройти маршал. Может быть там и погиб здесь Даззл. Даззл по-любому погибает. Погиб уже кунка корабль. Ну ага, так, вот с опознанием залетел. Попадал только в одного дегта Кваза. Но, он мне делать даблкил. Только я начал говорить, что команда Вега как-то подрасслабилась. Ну вот вам уфраги. Так, ну и Тауэр начинает забирать команду Вега. Фортификейшн, фортификейшн не жалко прожимать. Даззл по-любому погибает. Даззл по-любому погибает. Даззл по-любому погибает. Может блинк. Очень срочно. Зерки, как бы, ну и да, так у него вроде бы получается. Хорошие давайте бицентры. Но, с блинка более нежен это будет. Так, блинк. Раскастовал, блинк. Ну в общем, вы знаете, как это все работает. Улетает отсюда. Улетает отсюда кто? Улетает отсюда морф. Спасает свою... Спасает себя, скажем так. Будет правильней. Так. Регеночка тут лежит. Никто ее не подбирает. Через минуту она пропадет. Поэтому нужно, нужно что-то с ней предпринять. Потому что, ну жалко. Бесфрог тут раздают регенки, а их никто не подбирает. Регеньки. Регенька. Ну вот, очередной стрим, очередное слово. Радиансовая дверь под атаком. ну что заходит ты один команда едика да вроде бы как собирается ликвид файр фортификация кописки пока был билот так пески хит на сейф есть кстати эпицентр еще один у сын кингам разбиваться с вашей портой дубры устал по твоим чуду накинул на маршала маршал тут его рейв купол по трогим хороший купол фокс сразу же отправляться в таверну там погиб конечно кулка размен один в один фокс дектакуаз дектакуаз выживает хороший подкоп от зерки так пока что на этом драка заканчивается вроде бы как дума на едва драка не заканчивается погибает вот хороший подкоп от зерки вроде бы как эпицентр давался в начале драки поэтому хочу сказать что его сбили но не центр был со вначале еще один подкоп есть да подкапываю здесь шляпу минус 4 нет минус 3 или дата погибал я не помню вроде бы минус 4 должно быть так глянем точнее где минус 3 дазл выживал драки тут шаду фейвы свои закидывал крест на кулку вайпер только вайпер страйк конечно заюзал убегу проживал то понятное дело у кулки корабль почему-то здесь не отображается то ли он его не забрасывал так нет вроде бы кулдау где-то или кулка тут кстати сейчас погибает где-то не мог понять где а вот сейчас погиб походу сейчас этот был корабль лол пока все время из этих бандеров в этой игре я пропускаю какие-то фраги но баннер это хорошо подбритесь в эту руну и спасло последний момент отходит от этого стана висп с кем там я уже не помню висп с сенкингом ребят 16 минута у морфа эзерил блейд шестнадцатая минута здрасте вы не хотите поговорить о морфе который собрал зарел плейд за 16 минут нет не хотите ну ладно зато он хочет с вами поговорить так и будет так висп летит на кулку так же сюда блинк фок сделал дуб ну кулка здесь погибает это понятное дело это авто бежит вайпер бежал и бездут реально ничего бы не сделал то покупает мекку улетели они висп улетел отсюда с сенкингом овнич сказал у нас диктор погиб тут джакеру где-то в области вида да вот здесь погибает так а вот как раз таки по последней драке а ну понятно и зерил блейд адаптив страйк и до свидания джакиро вот собственно и поговорил здесь морфлинг с ней тут кстати гоняться за дозлом грейм на себя накинул купол вон лаки дэйта понятное отправляться в таверну или нет пока же живет нет ну погибает уже здесь он так подходит до омлет с разворотом можно подраться ваншот войда просто мгновение эпицентр хороший эпицентр по троим да корабль залетает залетает в никуда эпицентр хороший но продолжение кое так так вас гонится до конца за кулкой лол заморозили его здесь но кулка догорает просто так так вас конечно пожертвовался собой зеркал летает отсюда так итоги боя наши любимые итоги боя по галде тут как бы ровненько все 90 по опыту как бы тоже почти ровная драка что ли да не поверю зацепили тут не зацепить парфа у него есть в эй форм графики графики нашли графики оу девять тысяч идет команда вега по золоту семь с половиной по опыту вот так вот что джакира стан на стан скажем так борьба за хосту забирает ее зеркал так каааа баунти он забрал ду куткевич сверху что куткевич так опять переговорит на кулку опять что летит зеркал даже система доработанная годами 5 все то же самое опять с подкоп от садкина опять дума дума и кулка погибает тактика шкурка ребят это тут один десять это я букву д выделил понятно кулка один 10 это реально это просто провалище провалов будет дальше некуда мне кажется зря я конечно так втаптываю команду грязь но блин все печально для них все печально когда кулка имеет счет 10 на 20 минуте вот как бы у команды у команды верно всего сделан где-то с фрагом 10 из них сделано до кулки но теперь и думайте кто видит у команды и декор так шляпа шляпа тут должен погибать или нет как живет шляпа от него вешается граев но и тут его же наверно не отпустят да погибает он как думал так вот теперь точно половина фрагов сделано кулки пидорок ровно 50 процентов так ну и сюда взглянуть да у вас 10 фрагов на кулке просто блин чё я сразу начинаю тут как-то выёживаться и пошла игра с кем не бывает так что себе принес тут ставку фильтр и это огнип собирает себе у гормах так морфлик т.к. но 11 11 смерть также погибает у дозу дуб до джакиро купол конечно поставили на 1 дэк на кваза просто верну еще и фэйслэс свой минус 5 никого не потеряла команда вега браво просто отлично драка уже 12000 преимущество по галте по опыту точно такая же цифра мне страшно открывать этот баннер тут оу 4000 из 4500 урона полторы тысячи урона нанес только один вайпер страйк команды и дека тут еще вроде как бы с руки кулка немного побил и все это весь урон команды и дека закончился и то этот весь урон тут вроде как вот с бутылки смеки которые у кого-то аудуа как раз таки это меккой была все тут еще и бутылка пустая вроде как бы отрикинились и нормально айс паст айс паст как я уже забыл айс паст вроде бы ложился хорошо подвоим но кулка опять просто верну также воевает еще и дазл вот по троим айс паст гэгэ видишь у нас кулка ой ребят ну что можно поздравить команду вега они уже сто процентов обеспечить себе путевку в скажем так следующий раунд аматорки небольшая пауза и следующая игра если она будет сейчас я точно узнаю так капитана команды вега если же она будет эта игра будет против команды blc джей да эта игра будет небольшая скажем так пауза ну и мы продолжим смотреть за за аматорской серии 10 сезон астраладра никогда не разбегайтесь